Доброго времени суток, поклонники бокса. Следующий нами обсуждаемый бой Тим Дзю, Токиши и Науэ. Кто такой Тим Дзю? Тим Дзю, ребята, боец, который еще, в принципе, ни с кем не боксировал с каким-то серьезным оппонентом. Ну вот, более-менее два бойца. Это Шершень и Хоган. Ну, Хоган абсолютно безударный, а Шершень это боец, который сразу ушел на пенсию. То есть, он уже выходил, не тренировался, и мы видели, после второго или третьего раунда уже был вообще никакой. Не из-за того, что его Тим Дзю там что-то вымотал или функциональный бой какой-то навязал, а просто устал сам от себя. Кидается, бьет куда-то в бедра. Ну, вообще ужас. Ну, бывают бойцы такие вот. Он, допустим, с Пакеал был один, да? Помните, функциональная работа все равно какая была, даже она и не очень грамотная, много пропускал. Но она была энергичная, много выбрасывала ударов. И просто сравните с Тимом Дзю. И все там будет понятно. Но для этого и подбираются такие бойцы. Договариваются, подбираются, чтобы Тиму Дзю не испортить карьеру. Потому что, как только сейчас он вдруг проиграет, все, на нем сразу, понятно, поставят крест. Потому что бойцу, которому он проиграет, он может быть простой середняк. Вот такой, как Токиши Инауэ. И поэтому все бои дома проводятся, там у него. Чтобы, ну, папа его, естественно, Костя Дзю, какой-то контроль за допингом, да, будет осуществлять. Так как мы же не знаем, там тот же шершень вот этот с Пакеалу, да? Может он тоже под допингом был, может быть, в то время. Потому что функциональная работа какая. Ну, там-то понятно, там и Пакеалу постоянно грешит этими вещами, да? Помним прекрасно, никогда не сдает допинг-пробы. Но это уже, ребята, другая история. Это другая история. Так, по манере ведения боя. Манера ведения боя обыкновенная. Папа номер два. Только повыше, руки подлиннее. Сила удара неплохая, ребята, но чтобы уже до конца определиться в силе нокаутирующего удара, я думаю, мы определимся после вот этого боя с Такиши и Наой. Потому что Инаой не сбил даже, не сбил даже Мунгия. Хотя Мунгия мы тоже с вами уже знаем, то, что не обладает разовым нокаутирующим ударом. Если Дзю его собьет или нокаутирует, ну, значит, удар у парня есть. И за счет удара он, ну, будет пока двигаться. Пока бойцы такие вот середнячки. Пока нету бойцов, которые залазят на ближнюю дистанцию с блоком. Ну, вот эта вся история. Вы уже ее знаете. Размениваются, да? Навязывают функциональный бой. Так как Тим Дзю, боец, я вижу, то, что не функциональный. Потому что ударов выбрасывает очень мало. Кто такой Такиши Инауя? Ну, это японец, ребята, крепкоголовый. Вот смотрите. Если бы Такиши Инауи был таким, как с Хайми Мунгия, то я бы, ребята, конечно, может быть и не удивился победе Такиши Инауи над Тим Дзю. Но на сегодняшний день, ребята, вот посмотрел я бои, которые уже после Мунгия. Вот знаете с кем? С Ченг Су. Такой боксер. Да, он его там не то, что нокаутировал, а не выпустили этого Ченг Су на третий или четвертый раунд. Но эти два раунда, три, я еле досмотрел. Сейчас, на данный момент, Такиши Инауи, боец дистанционный, вообще мало выбрасывающий ударов, пытающийся что-то переиграть. Пропускает удары с дистанцией. После каких-то выброшенных ударов оппонентам он ставит блок, отбегает назад. Нету ни прессинга, нету ни давления, нету такой дерзкой работы, как с Хайми Мунгийой. Вообще сейчас другой боксер. Или Мунгия его так воспитал в своем поединке? То, что он уже боится туда залазить, столько напропускал. Не знаю, ребят. Поэтому последние бои, если я сейчас возьму Такиши Мунгия, Вот посмотрите, я просто Ченг Су, вот этот поединок один нашел. Больше я других не нашел поединков, искал, что-то нет в интернете. Это совсем другой боец. Очень мало выбрасывающий ударов, нету прессинга. Просто дистанционный, боксирующий и непонимающий бокс на дистанции. Непонимающий, с короткими руками. Единственная защита у него это ставить блок и отпрыгивать назад. Опять подойдет, начинает боксировать. Опять какая-то опасность, удар опять ставит блок, отпрыгивает назад. Не успеет блок поставить, пропустит и все равно отпрыгивает назад. Поэтому, ребята, тем же здесь без вопросов, конечно, поединочек этот должен забрать. Не должен, а заберет, я так думаю. Но, опять, такая ремарочка, да? Если ты Киши и Налой не будет, как с Хайми Мунгия, если не будет лететь вперед, в ближней дистанции там, какие-то размены делать, да, пусть не умелые, но навязывать вот эту драку, возьмем. А будет ли он это делать, тоже вопрос. Вот сами посмотрите его в последние поединки. Вот я еще раз говорю Чен Ксу. Там с ума сойдешь, не дождешься, когда эти 2-3 раунда закончатся. Вот такие дела, ребята. И поэтому здесь я, наверное, по прогнозу, ну, там есть тотал 7,5. Наверное, 7,5 он должен, ребята, зайти. Если, ну, конечно, если Тим Дзю не такой уже злостный нокаутер, и у него удар не сильнее, чем у Хайми Мунгия, да? Поэтому 7,5 буду ставить. Удачи, друзья, подписывайтесь на наш канал. Ну и ждем следующих поединков.